Всем привет! ПВЗ Дичь открывает куриную фирму и уходит с ютуба. Сказал бы я, если бы умел разводить куриц не только в интернете. Так что придется остаться на ютубе, а куриную фирму вы увидите в конце этого видео. Ну а сначала желательно посмотреть и остальные ответы на вопросы из разряда «что если». Наконец-то я добрался до второго видео для этой рубрики. Как раз тогда, когда голосование показало, как вам сильно она нравится. Все стараются пилить хайп-контент и угождать большинству. В это время ПВЗ Дичь пилит продолжение рубрики, которая является любимой у целых 2% аудитории. Ну не гений ли? Ладно, это не важно, а важно то, что вопрос я взял из все того же поста, который месяц назад запостил в телеге. И вы накидали туда идей. Так что иногда полезно посетить мой телеграм-канал, ссылка на который в описании. На этом я прекращаю трепаться попусту и начинаю КВН. Здравствуйте, дорогие друзья. Что ж, старперское приветствие есть, значит Дичь не изменилась. Теперь первый вопрос. А что если гороховая хватка выстрелит головой через пень-факел? Полагаю, у кого-то возникло подозрение, что голова может воспламениться. Но я спешу вас огорчить. Воспламеняется здесь только моя пятая точка, когда я вижу, что разработчики упускают такую возможность для Дичи. Второй вопрос почти вытекает из перо. Что если хватка съест горгону и выплюнет голову в близнецов? Если в близнецов прилетает обычная голова, то они разъединяются и у нас с вами появляются проблемы. Глянем, что будет, если голова в пасти ухватки будет от горгоны. Здесь пень необязательный. Мы проверяем именно прочность крепления сиамских каратышек. Итак, медуза уже в пасти ухватки, ждать нам ни к чему. Поэтому сразу же смотрим за тем, как растения швыряют голову в импов. Три, два, один. Звать мы его будем. Плевок. Оба импа разом превратились в каменную глыбу. Причем одну. Разъединения не произошло. Следующий вопрос. Что если вылечить киви зверя второй или третьей стадии с помощью алоэ? Он уменьшится или останется прежним? Для этого нам понадобится два киви и два зомби, которые спровоцируют росту обоих фруктов. Как только они подрастут, первые два зомби нам уже не нужны и мы можем выпустить двух следующих. При этом одного зверя мы подлечим с помощью алоэ. И как все видели, после падения целебной капли с киви ничего не произошло. По крайней мере визуально растение не изменилось, не уменьшилось и не вернулось к прежней форме. А вот насчет его характеристик я не уверен. Точнее наоборот, я уверен, что он подлечился и теперь стал крепче своего соседа. В чем мы и убеждаемся через некоторое время. Верхний зомби съел свою преграду гораздо быстрее, хоть он не приступил к трапезе пораньше. Но закончил он ее настолько быстро, что вопросов у меня никаких нет. В общем, ответ такой. Киви-зверь не возвращается к своей первоначальной форме, но часть здоровья у него восстанавливается. А что если в шута швырнуть маслом, скажем, кукуруза культа и он отобьет его в нашего соевого зомбойда? Что ж, проверяем. Шут швыряет кусок масла в зомбойда и растительный бедолага встает как вкопанный. Правда у него на мордашке нет растекшегося масла. Но эффект стана очевиден. Такой вот ответ. Как насчет такого вопроса? Что будет, если побег корня поменяется с бесконечным орехом под ультой? Ну что будет? Будет очень неприятный расклад для зомби. Ибо таким образом можно отсоединять орешек от его голографического щита и создавать новый. И так делать, пока не закончатся свободные клетки. Ну блядь, ну это уже читерство. По-моему, неплохой лайфхак. И это даже натолкнуло меня на очередную идею для видео. Пока не буду о ней рассказывать, все увидите позже. А я перехожу к следующему вопросу. Что будет, если выстрелить в зомби из кокосовой пушки, когда он будет подброшен левитатором? Представляете, на одного бедного зомби целая пушка. Как там поется в одной известной песне? Если близко поробей, мы готовим пушку. Хотя все оказалось для зомби не так уж плохо. Он просто перелетел в пушечное ядро и, наверное, был готов предъявить претензии растениям. Но тут я подумал, что не мешало бы проверить и ульту кокоса. Причем после первого выстрела мне показалось, что зомби повредило толком даже не задев. И я решил выстрелить еще раз. Специально заведомо мимо. Здесь уже совершенно точное ядро не задело зомби, но урон ему все равно нанесло. В общем, простое ядро может пролететь мимо, а ульта задевает в любом случае. Вот такой ответ на этот вопрос. Забавный вопрос. Что если развернуть окта зомби с помощью батата и посмотреть, как он кидает осьминога назад? Тут я сразу же подумал, что проблема в том, что под действием ульты батата окта просто-напросто не бросит своего моллюска. Это почти так и есть. Но вот когда действие ульты заканчивается и зомби разворачивается, то он сразу же хватает осьминога и бросает его в батат. И тут я подумал, нужно просто еще раз ультануть, когда окта уже замахнется. В принципе, именно так, наверное, и нужно было с самого начала поступить. Просто высадить растение перед окта, подождать замаха, а затем ультовать бататом. Но я не ищу легких путей, и вот что у меня получилось. Мне действительно удалось заставить окта швырнуть осьминога назад. Правда, бросил он его в батат под действием подкормки, поэтому моллюск не нашел цели и исчез. Но факт остается фактом. Окта реально может швырнуть свой снаряд в обратную сторону. Идем дальше. Как будет реагировать уменьшенный фиалкой зомби на зелье увеличения, или как увеличенный зомби отреагирует на фиалку? Здесь я решил также проверить и зелье ускорения на всякий случай. Сверху зомби, который ускоряется, снизу зомби становится прочнее. Так что напоим этих товарищей в доску. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Бьем! После поглощения всех напитков, один зомби стал очень быстрым, другой очень прочным. На пути у обоих я высадил фиалку, и оба они уменьшились. Но теперь вопрос в том, остался ли эффект зель на этих мертвяках. Скорость совершенно точно осталась, а прочность мы проверим с помощью пенечной мяты. Нижний зомби действительно остался гораздо прочнее верхнего. Так что какой-никакой, но эффект остается даже после уменьшения. Теперь обратная ситуация. Сначала уменьшим подопытных с помощью фиалки, а затем прогоним их по зельям. Как мы можем видеть, размер у них хоть и увеличился, но они не доросли даже до своих прежних габаритов. Получились какие-то бракованные недозомби. При этом эффекты зелий снова применились к мертвякам. Верхний стал расторопней, а нижний прочнее. Все это снова видно на практике. И в этом вопросе ответ тоже получен. Что если на лужайке с фокусником будет только бык? Подвергнется ли он телепортации? Вроде бы такой простой вопрос, но я его никогда не проверял. Выпускаем фокусника, чуть впереди быка и ждем. Обычно ждать первого трюка нужно вроде бы 5 секунд. Но циркач проигнорировал бегущего быка и никого не телепортировал. Тут я подумал, может быть нужен бык, который уже скинул импа и не мчится, сломя голову. Создал все условия и снова крупнорогатый скот на месте, а фокусник телепортирует себя. Ладно, последняя попытка. Тут уже 4 статичных быка и 1 фокусник. Шансы на то, что он выберет своей целью самого себя равны примерно 20%. И именно такой шанс сработал. Все это наталкивает меня на мысль, что дело не в шансах и процентах, а в том, что трюкач просто не телепортирует быка. Поправьте мне в комментариях, если это не так. Но на этом я не прекращаю свои эксперименты с телепортацией питомцев. Был вопрос про фокус-крокус. Оказывается, этот растительный телепортатор работает только на обезьянов. Быков я не беру в расчет. Теперь посмотрим, будет ли фокусник телепортировать других животных. Здесь мы сразу же увидели, что в отличие от быков и денег он телепортирует. А значит и куриц тоже. Переходим к обезьянам. С ними он тоже может сработаться, остались только ласки. И эти шерстяные гаденыши подходят в ассистента к цирковому иллюзионисту. В общем, он не может перенести только быка. По крайней мере, мне это не удалось. А фокус-крокус, напротив, может телепортировать только быка и еще обезьяну. В общем, эту телепортацию хрена разберешь. Видел чудеса техники. Но такого... Вопрос прошута горохового. Точнее, прошута и горох. Что будет, если зомби отразит снаряд горохопульты и тот пролетит над пнем? Горошины горохострела в таком случае воспламеняются. А что же у горохопульты? Оказалось, что эти горошины, видимо, какие-то особенные. И они вообще не пролетают через пень, а тупо врезаются в него. Да граната у него не той системы. А что если зомби с динамитом будет подброшен левитатором перед горгоной? Превратится ли он в камень в полете или нет? И плохой вопрос, да вот только подловить правильный момент тут оказалось очень сложно. Я раз 10 пытался, но постоянно не успевал. И все же я не был бы ПВЗ дичью, если бы не добил этот момент до конца. Беднягу проспектора превратили в камень аккурат, когда его подбросил левитатор. Жаль, конечно, этого добряка. Предпоследний вопрос. Сработает ли подмена побега корня на томтанглер? Высаживаем корень на надгробье. Как вы знаете, его можно высадить только на какое-либо препятствие. Ну а дальше берем побег корня и пытаемся сделать трокировку. Удивительно, она срабатывает. В этом случае гробоузел уже не требует никаких надгробий и досок серфера. Это вообще законно? Незаконно это ни хрена. Ну и последнее на сегодня. Как и обещал, я создаю куриную ферму. А началось все с предположения в телеге. Что если куровода сначала загипнотизирует, он выпустит куриц в сторону зомби, затем с помощью хилера снять гипноз, побегут ли курицы в сторону дома игрока. И может ли это все делать бесконечно. Я подумал, что это настолько жирная идея для простой проверки мифов, что пытался сделать из нее отдельное видео. Даже рубрику такую придумал, назвал ее «Рождение дичи». Но в итоге хронометраж оказался на минуты 4, а я решил такие короткие видео больше не снимать. Короче, пришлось запихнуть эту тему в сегодняшнее видео. Не пропадать же ей. Начинаю строить ферму, курицы у меня уже разбежались. А затем хилер не снял гипноз с фермера, а просто его убил. И курицы все равно побежали уже в другую сторону. Нужно ферму апгрейдить. Для этого я создал заграждение с обеих сторон. Слева стена орехи, справа крепчайшие надгробия. Теперь курицы не разбегутся. Жду, когда куровод зайдет за ограждение и гипнотизирую его с помощью магической мяты. Первая партия куриц готова. Хилер наконец-то правильной работы и у нас вторая партия куриц. Следом, сажая еще одну мяту, третья партия пиронатых «Я будущий миллионер». Но для того, чтобы стать настоящим куриным магнатом, нужно постоянно рационализировать производство. Поэтому фермер теперь спавнится сразу за ограждениями. Стена орехи покрыты броней, а вдобавок к ним стоит два гипногриба, которые мгновенно обрабатывают новоявленные партии куриц по двум дорожкам. Поехали! Ну, это уже идеальная ферма. У некоторых куры денег не клюют, а у меня куры кур не клюют. Назову свою ферму «Дичевский куриный мясокомбинат». Как вам такой бренд? Можете сами мне варианты понакидать в комменты. И все же я считаю, что нет предела совершенству. Вы же видели, какие огромные курицы продаются в магазинах? На одном зерне таких не вырастешь. Я собираюсь хорошенько их напичкать стероидами, чтобы получились настоящие гипертрофированные бройлеры. Да еще и хиллеров умножим, чтобы производство пошло совсем уж как на конвейере. В общем, кажется, я создал идеальный завод по производству курятин. Заодно и проверил эту идею с бесконечным созданием куриц фермером и хиллером. Короче, надеюсь, вы оцените данную затею лайком, а я все-таки в будущем постараюсь доработать свою рубрику «Рождение дичи». И может запилю пробанный видос. Вы, кстати, имеете возможность предлагать свои идеи для видео в телеграм-канале. И не беда, что я не все идеи беру в работу. Кроты очень много, а видео только два в неделю, но я читаю почти все. Так что подписывайтесь в телеграм-канал, ставьте лайки, ну а я завершаю сегодняшнее видео и увидимся в следующей дичи. Пока!